Apple прекратила продажу техники в России. Правительство направит 1 триллион долларов на спасение фондового рынка российского. Поможет ли? Розничные цены на импортный алкоголь выросли на 20%. Биржевая цена газа в Европе взлетела почти на 60% и восстановила новый рекорд. Ограничение иностранных брендов. Что нас ждет, кто уйдет и с чем вскоре придется расстаться и попрощаться. Эти и ряд других экономических новостей мы с вами обозреваем. Следим за тем, как развиваются события в экономической сфере. Российский фондовый рынок застыл. Никаких изменений. Все такое веселенькое. Но как вы понимаете, на самом деле просто биржа под наркозом. Она спит и хорошо. Она не в курсе последних новостей пока. Американский фондовый рынок. Ну если вам интересен данный график, поздравляю. Вы счастливый человек. Вы каким-то образом можете еще инвестировать в зарубежные акции. Пока ничего особенного там не происходит. Нефть на пиках. Доллар продолжает покорение Эвереста. Евро аналогично. Ну опять же ждем, когда же заработают все полноценные все биржи. Но пока вот такие уровни. На уровне 110 рублей за доллар. Вот в текущий момент. Биткоин. 44 тысячи долларов. И уже совсем не выглядит волатильным. Биткоин это островок стабильности в нашем мире. В текущий момент. Из того, что осталось доступно. Ну и давайте собственно перейдем к новостям. Прежде чем перейдем. Короткий анонс. У нас в инвест клубе финанс один. Сегодня вечером будем в 17.00 по Москве. Будем подробно разбирать ситуацию. Как быть куда сейчас можно вкладывать деньги. И будем разбирать риски, особенности, опасности всех направлений. И тем не менее надо все равно думать. Это для тех у кого есть какие-то ресурсы. Прежде всего там хотя бы капитал. От нескольких сот тысяч тирамиллиона и выше. И стоит задача как эти ресурсы не растерять. И при этом диверсифицировать из того, что осталось доступно в текущий момент. Потому что многие инструменты, как вы понимаете, сейчас ограничены. Если актуально, под видео ссылка присоединяйтесь к нашим инвест клубам. Я думаю, что это будет для вас очень оправданно и полезно. Apple прекратила продажу техники в России. 1 марта Apple объявила о прекращении поставок техники в Россию. И если вы попытаетесь на сайте заказать iPhone, MacBook или что-то еще. То вам сообщается, что все недоступно. Так что если вы хотели себе последний MacBook. Поздравляю. Вполне возможно, что ваш MacBook действительно последний. Но будем надеяться на лучшее. Правительство направит 1 триллион рублей из фонда национального благосостояния. На покупку российских акций. Что это значит? То есть на эти деньги будет выкуплено большое количество очень дешевых акций сейчас. С одной стороны, как бы для фонда интересны деньги куда-то разместятся. С другой, это попытка поддержать российский фондовый рынок. Много ли это или мало? Насколько это спасет или нет ситуацию? 1 триллион по текущему курсу это около 10 миллиардов долларов. То есть делим на 100. При общей капитализации текущей 150 миллиардов. А скорее всего после открытия это будет еще обвал. Там меньше, наверное, меньше 100 миллиардов будет общая капитализация. Это порядка 10% от общего объема. Это может быть весьма существенно. Вопрос, конечно, когда это начнется, как быстро будет делаться этот выкуп. Но тем не менее, то есть может быть в некоторой степени это поддержит рынок, который сейчас находится в ожидании крутого пике. И как было в 2008 году, когда аналогичное действие предпринималось? Тогда выделенные деньги были направлены на покупку прежде всего голубых фишек. Сбер, Газпром, Лукойл, Роснефть. Поэтому, наверное, сейчас будет аналогичная ситуация. Прежде всего будут поддерживать самых монстров. И имеет смысл на них обратить внимание. Розничные цены на импортный алкоголь выросли на 20% из-за роста курсов. А в некоторых местах алкоголь подорожал и на 40%. И эксперты ожидают, что рост продолжится и далее. Импортный алкоголь. Если вдруг что-то покупали из импортного алкоголя, то напишите, что с ценами. Я вот очень давно не употребляю алкоголь, поэтому не подскажу, не знаю, не слежу за этой темой. Но если следите, напишите. Возможно, кому актуальна будет хорошая инвестиционная идея. Закупаем сахар, дрожжи и заедаем стресс вкусной выпечкой. Правительство освободит IT-компании от налога, а программистов от призыва на военную службу. Программистов освободят на 3 года от налога на прибыль, от проверок контрольными органами. Они смогут взять кредиты по ставке не выше 3%, сказал Мишустин. Кроме того, получат отсрочку от призыва в армию и смогут получить льготную ипотеку. Вот так. Интересно, может я тоже как-нибудь под IT-проект попаду? Я же через компьютер с вами общаюсь. Хотя тут, конечно, вопрос, что такое IT. Тинькофф, например, это IT или Газпром. Они сейчас вряд ли на счетах сидят, там пересчитывают свои бюджеты. Что еще сказал важного наш премьер-министр Мишустин? Правительство получит дополнительные полномочия, касающиеся поставки лекарств в Россию из стран, которые ввели санкции. За рубежом объявлена охота на российские активы. Запускается новый этап амнистии капитала. Правительство получит в 2022 году право получать отсрочку по налогам, для того, чтобы иметь возможность быстро предоставлять разные отсрочки, льготные и, ну, вроде как, пытаться поддерживать бизнес. Здесь, правда, вот в сообществах, за которыми я слежу, бизнесовые, там всегда вопросы, почему к этому никак не привлекается бизнес. То есть это решает правительство, как поддержать бизнес, вместо того, чтобы, ну, и придумывать свои меры, вместо того, чтобы узнать у бизнеса, что на самом деле ему нужно. Но это головы змеи Горинч, которые в разные стороны смотрят. Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать банкноты евро в Россию. Так что евро скоро, возможно, мы будем видеть все реже и реже. Правда, запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу экспорт банкнот для личного пользования граждан, направляющихся в Россию. Поэтому запрещается сейчас продавать, поставлять, передавать и экспортировать банкноты в евро в Россию или любому физлицу, или организации, включая правительство ИЦБ, или для использования в России. Но, в общем, к чему, вероятно, это приведет, что будет дефицит евро в стране, и бумажный евро будет гораздо сложнее где-то как-то найти. Но сделано это для большего контроля, потому что цифровые деньги контролируют легко, а бумажные в этом плане сложнее. Биржевая цена газа в Европе взлетела на 59%, установила новый рекорд свыше 2200 долларов. Это очень высокие цены, а не при полтора раза более низких ценах у них катастрофа была. Для Европы свои проблемы тоже наступают, им сейчас придется каким-то образом экстренно решать проблемы энергетики. Благо, хоть зима заканчивается в этом плане для них. Какие ограничения происходят у нас сейчас в плане иностранных брендов? Давайте пройдемся по тому, кто что делает. Apple полный блок и выход с рынка. Apple Pay вроде как блок, но я только что расплатил с Apple Pay. Audi уходит с рынка. Amazon полный блок всего ритейла. BBC отзыв, лицензии, навещание. BMW, Chevrolet и прочие автопроизводители уходят. Coca-Cola выход с рынка. Все, праздник от нас уходит. Disney отмена всех фильмов. Dropbox перестанет работать по стране через несколько дней. Если у вас на Dropbox что-то спрятано, будьте аккуратны. Дальше DHL выход с рынка. Евровидение, дисквалификация. Formula 1 отмена турниров. FIFA дисквалификация сборной. Google Pay частичный блок. Google Maps блок информации для IRF. Hewlett Packard запрет ввоза. General Motors останавливает. Instagram блокировка пропаганды. Harley Davidson все теперь крутые. Мотоциклы теперь не увидишь. Jaguar уходит с рынка. Lenovo. Международный олимпийский комитет отменяет все соревнования. MasterCard приостанавливает на поставку карт некоторых. Mercedes уходит из страны. Microsoft Office обсуждает пока широкий комплекс мер. NHL полный блок всех игроков. из России. Netflix блок русских подписок. Nintendo запрет покупки в рублях. Nestle закрывает все шесть фабрик в России. PayPal замораживает счета на вывод. Paramount блок кинопроката. И даже Pornhub запрещает доступ к своему уникальному контенту. А дальше Porsche уходит с рынка. Ну автопроизводители понятно. SpaceX теперь не полетит из России. UEFA отменной лиги чемпионов. Ну YouTube блокировка сотен каналов в России. Их монетизации. Пока мы вещаем. Поэтому на всякий случай подпишитесь на наш телеграм-канал. Если что, мы каким-то образом продолжим вещание там. Хотя бы с вами будем на связи. Подпишитесь. Мы там еще много дополнительно всего интересного выкладываем. Zoom. Отзыв лицензии на разработку ПО. Но это видимо просто до кучи, чтобы красиво буквы завершить последние. Россияне, как нам говорит Центральный банк, смогут отплачивать услуги и товары за рубежом. То есть выводить деньги нельзя, но оплачивать товары и услуги за рубежом вроде как будет можно. Правда, как будут работать Visa, Mastercard там непонятно. А иные карты, карта МИР тоже непонятно. В общем, как оплачивать пока не очень ясно. Это если вы будете физически находиться. Центральный банк предпринял новые меры по защите фондового рынка. Запретил выплачивать иностранцам дивиденды и купоны. То есть, чтобы они опять же не выводили деньги из страны. Сейчас на Мосбирже зарегистрировано 25 тысяч иностранцев физлиц и 10 тысяч юрлиц. И их сейчас обрадуют. Девелопер. Глава девелоперской компании основы заявил, что могут быть спровоцированы банкротства строительных компаний. Это то, о чем мы говорили вчера, когда обсуждали вторую часть плана по плану А. По тому, как действовать сейчас с деньгами. Мы говорили про то, что с новостройками надо быть аккуратным. Потому что высокие риски, высокие ставки по кредитам падают к объему клиентов. При этом расходы растут на стройматериалы, на технику. Поэтому, в общем, надо быть очень аккуратным. Обвал котировок российских компаний на лондонской бирже составил 95%. Сбер упал до 0,01 доллара. То есть, за 0,01 цент можно было купить. То есть, за 1 рубль акцию. Вернее, депозитарную расписку. Вот это важная поправка. Потому что сейчас, видимо, они превратятся в фантики. Это не значит, что Сбер вы в России по 1 рублю купите. Это, наверное, маловероятно. И Сбер заявил, что уходит с европейского рынка. Но, собственно, его оттуда, видимо, попросили вежливо или не очень. Вот такие новости у нас сегодня. Такие события происходят. Напомню, вечером у нас заседание будет в инвест-клубе. В онлайн формате мы будем по видеосвязи общаться. И будем обсуждать, как сейчас быть, куда инвестировать. Что оправдано, что не оправдано. Если актуально, присоединяйтесь к клубу под видеоссылка. Я думаю, что это будет для вас очень полезно. Удачи! Друзья, в этом видео хочу рассказать вам о нашем инвестиционном клубе «Финанс-1». Это онлайн инвестиционный клуб с некоторой живой составляющей. Что это такое? Это модульное фундаментальное обучение, которое я для вас там подготовил. Оно большое, 25 модулей. Примерно на полгода обучения. Такого плотного, серьезного. Чтобы сделать из вас действительно понимающего в самых разных стратегиях инвестора. Это аналитика. Это сообщество инвесторов. Это обратная связь от меня лично. Это обзор трендов. Но обо всем по порядку расскажу. Итак, что получают члены клуба? Первое. Еженедельная аналитика по фондовому рынку. Несмотря на все кризисы, взлеты, падения. Это все равно остается актуальный инструмент. Все основные данные в одном месте. Чтобы можно было легко принимать решение. Не искать по куче телеграм-каналов, видео и прочее. Все собрано в одном месте и по определенному логаритму. Второе. Это модульное, фундаментальное, пошаговое, практическое обучение от меня. Курс Путь инвестора. Который состоит из 25 модулей. Где мы пошагово, начиная с АЗОВ, с построения финансового фундамента. Затем осваиваем все основные инвестиционные инструменты. Которые сегодня доступны нам. Это закрытые интервью. Это вебинары с инвесторами. Которые мы регулярно проводим. То есть стараемся из разных ниш. Из нашего клуба брать членов клуба. У кого есть опыт. Допустим инвестиции в гаражи. В загородные дома. В криптовалюты. В покупки с торгов. Муниципальных. В самые разные другие направления. И люди рассказывают, делятся своим опытом. И мы разбираем их кейсы. Это более выгодные инвестиционные условия. Для участия в ряде стратегий. Поскольку мы как клуб. Объединяем довольно большое количество инвесторов. То мы стремимся это использовать себе на благо. То есть стараемся договариваться как оптовик. О более выгодных условиях. В некоторых стратегиях. Не везде это получается. Но где-то удается. Это прямая связь со мной. В плане того, что если вам нужно будет получить ответ на ваш вопрос. Регулярно. Я делаю один раз в месяц ответы на вопросы. В какие-то экстренные периоды. Когда надо прям оперативно реагировать. Я выхожу на связь гораздо оперативнее. Мониторю наш чат. И всегда стараюсь подсказывать. У нас есть закрытый чат для этого. Это тренды различных инвестиционных стратегий. Которые я обозреваю каждый месяц. При необходимости чаще. Что происходит по разным стратегиям. Где какие перспективы. Где риски. От чего держаться подальше. Все это регулярно обозреваем. Это закрытый чат инвесторов. В котором серьезные, активные, целеустремленные инвесторы. Такие же как и вы. Если вам актуален этот вопрос. И всегда в наших чатах можно получить поддержку. По своей ситуации. По своим вопросам. Это мы всегда очень помогаем. Это реальные отзывы и контакты. То есть мы собираем с наших инвесторов. Контакты по самым разным направлениям. Это там строители, узаканиватели, ипотечные брокеры, управляющие компании. Ну и куча еще других самых разных компаний. Маркетологи и так далее. И реальные отзывы о разных инвестиционных стратегиях. Чтобы вы могли по разным стратегиям узнать мнение реальных людей. Кто работает с этим проектом. Там допустим полгода, год, несколько лет. Почитать отзывы, связаться с человеком. Узнать как обстоят дела сейчас. Это живые встречи, которые пока мы проводим в Москве и в Санкт-Петербурге. Изредка в других городах. Но прежде всего это вот Москва и Питер. Где регулярно они проходят живые встречи для старших. И также у нас есть в текущий момент детская группа. Там порядка 20-25 детей. У нас параллельно со взрослыми. Одновременно идет обучение детей. Им всегда это очень-очень нравится. Теперь подробнее. Что вам даст участие в нашем онлайн клубе инвесторов? Первое. Это сообщество единомышленников. Это обсуждение своего опыта с другими инвесторами. Это обратная связь по вашим мыслям, идеям. Оперативные ответы на вопросы. Это возможность найти единомышленников в своем регионе. Где-то возможно объединяться в совместные пулы для инвестиций. Это пошаговое практическое обучение от меня. Вы сможете последовательно пройти путь инвестора от базового уровня до финансовой свободы. По крайней мере разобраться во многих нюансах с поправкой, конечно, на ваши стартовые финансовые возможности и позиции. В интернете очень много информации. Куча. Собрать все это воедино очень тяжело. Я подготовил для вас очень четкий пошаговый курс с заданиями, с кураторами, которые проверяют у вас эти задания. Которые разбиты на небольшие обычные видеоблоки. По 10-15 минут вы их изучаете, выполняете задания четкие и постепенно в своем темпе движетесь вперед. И знаете, вот как мне некоторое время назад один очень успешный инвестор сказал фразу, она мне запомнилась. Вот инвестиции не терпят суеты. Вот я здесь абсолютно согласен, не надо прям куда-то ломиться. Инвестирование это марафон. Даже если вам кажется, что прям сейчас вот надо бросать все и куда-то ломиться. Куда инвестировать деньги в плане фондового рынка? Мы собрали простую еженедельную аналитику. Я четко рассказываю алгоритм, как я отбираю. Если вы с этой идеей согласны, то можете пользоваться просто готовыми отобранными вариантами по тому алгоритму. Это касается и фондов ETF, и конкретных акций, российских и зарубежных дивидендных акций, зарубежных ETF фондов, REIT фондов, фондов недвижимости. Я делал это прежде всего для себя и для небольшого круга наших инвесторов, кто до этого проводили кучу времени, занимаясь отбором самостоятельно. Мы просто собрали все, что нам нужно и посадили несколько человек, которые раз в неделю по определенному алгоритму делают отбор. Понятно, что разные бывают времена на биржах, но это тем не менее очень актуально. Реальные отзывы об инвестиционных стратегиях, реальные отзывы найти сегодня сложно. И в интернет нельзя верить ни положительным, ни отрицательным, и то и другое накручивают. Поэтому мы собираем отзывы от реальных инвесторов, которые проверяем, с которыми можно связаться, расспросить, как они работают по той или иной стратегии. Это закрытое интервью и встречи с членами клуба, с экспертами, с обычными инвесторами, которые вы сможете смотреть либо в форме видеозаписи, либо в форме живых встреч. Это, конечно, возможность задать свои вопросы и получить ответы от меня, а также от других членов нашего коллектива. Закрытый чат для оперативного общения, где всегда можно что-то спросить и задать. Это кратко о нашем инвестиционном клубе Финанс 1. Если для вас это актуально, под видео ссылка. Присоединяйтесь. Жду вас.